На центральной набережной города Бреста царит радостное оживление. Сегодня здесь множество людей, а все потому, что стартует фестиваль ярмарка Берестейские сани 2022. Здесь было чем заняться и на что посмотреть. Но если на свежем воздухе разыгрался аппетит, можно было посетить полевую кухню, отведать вкусные каши и согреться горячим чаем. А вот кому мороз нипочем, так это участникам зимнего заплыва, которых в это время приветствовали на центральной площадке соревнования. Люди, которые ставят во главе здоровый образ жизни. Это люди, которые любят экстремальные виды спорта. Ну и для бодрости духа надо немного размяться перед стартом. Температура воздуха на улице минус 4, температура воды в реке плюс 3. Но это не пугает любителей зимнего плавания. И первые участники смело ныряют в воду. Маржа может понять только тот, кто хоть раз сам окунался в ледяную воду. Это стресс для организма, и он в короткое время вырабатывает в кровь массу биологически активных антистрессовых веществ, таких как андорфины, гормоны счастья. Поэтому человек чувствует себя бодрым и у него хорошее настроение. Здравствуйте. Добрый день. Как водичка? Борбелящая. Было холодно, но сейчас температура организма срабатывает и просто легкость тела. Рассекая речную гладь, участники заплыва быстро преодолевают дистанцию. Они плывут на время, но для нас каждый из них уже победитель и супергерой, побеждающий холод. Советуете всем заняться? Да, конечно. Я начал и занимаюсь. Я не уступаю себе молодому, мне 64 года. Здравствуйте. Здравствуйте. Как впечатление? С праздничком у вас. Отличное впечатление. Расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда окунаете? Заряд бодрости и энергии. Для чего это надо? Для укрепления иммунитета, для хорошего настроения. Вы впервые сегодня маржуете? Нет. Я делаю это регулярно. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите впечатления ваши. Как вода? Как вода? Бодренькая, хорошая вода. Вы впервые окунались? Да, окунаюсь впервые. Нет, ну, я окуналась, но не в таких условиях. Зимой проруби, но не очень много. В общем, я медленными шажками иду к маржеванию. Впечатлений массой у публики. Каждому запомнилось что-то свое. Но в целом в рещании гости приятно удивлены программой фестиваля. Куда вы? Из Москвы. Приехала маму проведать. На самом деле это очень душевно, и я думаю, что в Беларуси, как и везде, сейчас очень не хватает праздников. И люди очень соскучились по тому какому-то ощущению, что есть жизнь, что она продолжается, несмотря на все эти трудности, которые возникли сейчас. Я желаю, пользуясь случаем всем брещанам в наступившем новом году, много радости в душе и процветания, и пусть все будут здравее и в оптимизме. Нам это так необходимо всем. Считанные мгновения отделяют нас от зарождения новой традиции. В Бресте торжественно откроется первый фестиваль ярмарка «Берестейские сани». Многие локации уже вокруг активно работают, идет торговля, проходит благотворительное мероприятие. Публика с замиранием сердца ждет каждое мероприятие, расположенное в афише. Торжественное открытие первого фестиваля ярмарки «Берестейские сани» началось с большой концертной колядной программы, ведь первые дни Рождества ассоциируются именно с этой порой. Особый колорит вечеру подарили народные песни, фольклорное творчество, которые соотносят нас с нашими предками, бытом, культурой и обрядами этого особого праздника на Брещине. Со сцены Брещины гостей областного центра поздравил председатель городского совета депутатов Николай Красовский. Он пожелал присутствующим провести это особое время в компании близких и родных людей на площадках любимого города, который особенно преобразился в эти рождественские дни. Это праздник, который вселяет в наши души уверенность в завтрашнем дне, благодать, силу, желание жить и работать. Рождественские праздники – это период, когда мы помогаем тем людям, которые нуждаются в нашей помощи. И я искренне призываю в эти праздничные дни быть всех нас милосердными, добрыми, миролюбивыми. Я искренне желаю всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть свет бифлеенской звезды освещает нам дорогу в хорошее светлое будущее. Мероприятия на площадке на стыке городского сада и набережной не смолкали до позднего вечера. Публика очень ждала выступления артистов. За период пандемии, когда от концертов пришлось отказаться, многие соскучились по той яркой и насыщенной культурной жизни, которая всегда била ключом в областном центре. Коллектив «Джаз-сити-бэнд» буквально сразил публику своими композициями, многие из которых гости с удовольствием подпевали вместе с артистами. Очень приятно находиться на Брестской земле и, пользуясь случаем, я всех хотел бы поздравить с Новым годом и с Рождеством Крестовым. Оказались мы здесь совершенно случайно по приглашению наших коллег из Бреста. С удовольствием здесь находимся и, надеюсь, будем заражать позитивом брещан и всех тех людей, которые пришли на этот праздник. Больше часа музыканты выступали без остановки, и это тот вариант, когда публика уже не отпускала полюбившихся артистов. Хотя коллектив в областном центре выступил впервые, артисты со сцены заверили, что с удовольствием порадуют берестейцев еще не раз своим зажигательным и скрометным творчеством. «Ты моя, ты моя самая, любимая!» Для ценителей качественной музыки фестиваль «Берестейские сани» стал настоящим местом притяжения. Все потому, что в большой насыщенной программе сольные концерты артистов шли один за другим. В Панзанове с первого дня музыкального форума брестская публика встречала заслуженную артистку Республики Беларусь Алену Ланскую. «Новогодние игрушки, спечи и хлопушки в нем, а веселые зверюшки мой перевернули дом. Завели веселый хоровод, до чего смешной лесной народ, и не верила, что все пройдет сказочный сон». Душевный, знакомый многим репертуар, постоянное общение со зрителем – всем этим запомнился концерт артистки в Бресте. В областном центре она достаточно частый гость. Не раз своими выступлениями открывала различные знаковые мероприятия. Поэтому и встречают здесь Алену Ланскую по-своему душевно. А она отвечает взаимностью нашему городу и людям. «Мне очень приятно сегодня приехать в город Брест. Тем более я давно здесь была, уже как три года. И последний раз я приезжала, когда у меня было два сольных концерта в один день. К сожалению, пандемия делает свое дело, но мы потихонечку возвращаемся к обыденной нормальной жизни. И мы все хотим праздника. И сегодняшний фестиваль «Брестейские сани», в рамках которого я принимаю участие, да еще и в Рождество как раз-таки говорит о том, что надо жить, нужно продолжать дальше, наслаждаться этой жизнью. Помимо развлечений здесь можно встретить множество торговых точек с широким ассортиментом, купить подарки родным и близким, а также традиционные сувениры. Но самое главное, в этот холодный вечер можно выпить чашечку горячего кофе. В локациях, которые разместились вдоль всей набережной, берестейцев радовали торговые ряды с новогодней атрибутикой, фотозоны и развлекательные музыкальные площадки. Обширную линейку товаров представили ремесленники, куклы, корзины, керамика и даже деревянные елочные игрушки. Вы знаете, наш город Брест вообще замечательный город, и мы гордимся, что мы живем в этом городе, и здесь постоянно что-то обновляется, все такое современное, стильное, клевое, и хотелось бы, чтобы это всегда продолжалось. Ну, фестиваль, конечно, впечатляет, но мы только подошли, правда, сюда, но я надеюсь, что наши впечатления не обманутся, и будет еще все круче, конечно. А я сюда приехала, с сестрой мы приехали сюда посмотреть, ну, весело, довольно-таки интересно. Хотелось бы, чтобы это продолжали, все эти традиции дальше. Всем желаю и праздничного настроения, здоровья, силы, да, Бог мира и благополучности всех семьям. Очень хорошее мероприятие, надеюсь, что оно станет брендом нашего города, Берестейские сани, даже само название располагает к тому, чтобы прийти сюда, отдохнуть с семьей. Надеюсь, это станет ежегодным, традиционным. И, конечно же, хотелось бы поздравить всех Брещан с Рождеством, с святками и калятками, и чтобы мир всем семьям нашей прекрасной и хорошей страны. Классное, необычное место, первый раз как бы на этом месте. Очень интересно. Наверное, в перспективе будет развиваться это место. Народные традиции, угощения и развлечения были представлены как гостями города, так и брестскими предприятиями. Например, на площадке Белпочты можно было бесплатно написать и отправить письмо в любую точку страны. И это только один из вариантов необычного развлечения. От лица Белпочты хочу поздравить с Рождеством и Новым годом. Пишите добрые письма родным и близким. Для этого проходят у нас акции, в которых можно абсолютно бесплатно по всей Беларуси отправить карточки и письма. Были опасения, что город так и не увидит на Рождество ни снежинки. Однако накануне на площадку был завезен снег. Кроме того, ночью немного похолодало, и легкое снежное покрывало и мороз придали фестивалю ожидаемое зимнее настроение. Мы поздравляем вас с Новым годом, с Рождеством! Желаем вам счастья, здоровья! В этом году это самое главное! Только в первый день берестейские сани посетило более 50 тысяч человек. Новости о новом масштабном празднике распространялись молниеносно. Каждый, побывавший здесь, спешил поделиться яркими и позитивными эмоциями. Благодаря этому фестиваль с каждым днем только набирал обороты. Идея прекрасная. В каждом городе должно быть какое-то такое мероприятие, которое люди могут прийти, отдохнуть, попробовать, посмотреть, поучаствовать. Фестиваль-ярмарка работал с утра и до вечера, зазывая гостей увлекательной программой, арт-объектами и площадками, музыкой на любой вкус, бойкой торговли, румяными пирогами, аппетитными пряниками и ароматными копченостями. Все это разнообразие можно было не только увидеть, но и продегустировать на месте. Вот кухню полевую мы, кстати, уже попробовали. Очень вкусно, очень кстати. Такая горячая каша солдатская, чаек. Супер, отлично. Все продумано, здорово. Фестивальное пространство было наполнено шумом и весельем. Главная цель – устроить Брещанам настоящий зимний праздник, без всякого сомнения достигнуто. Масштаб мероприятия приехали оценить представители вертикали власти и лично губернатор региона Юрий Шулейко. Ведь именно ему принадлежала идея проведения фестиваля-ярмарки «Берестейские сани». Когда-то летом, проводя дожинки в Логишине, обсуждая, а что нового будет на Брещене и в городе Бресте, потому что мы уехали уже в районы, маленькие поселки для того, чтобы они реанимировались. И было принято решение, а давайте, а давайте, давайте берестейские сани устроим. И вот эта идея вместе с руководителем города, с районами мы пытались в течение полугода реализовать. Самое главное, мы просили, чтобы был снег. Ну, снег выпал, снег мы привезли. А то, что сколько сегодня пришло народа, брещан, как откликнули сегодня предприятия для такого праздника, на нашей новой благоустроенной набережной. Я думаю, это настоящий какой-то зимний фестиваль, который, если вы поддержите, мы сделаем какой-то опрос, наверное, Брестский, Брестской области. Если он будет поддержан, мы его будем проводить ежегодно или через год. Фестиваль собрал рекордное количество как участников, так и гостей. Найти пустующую локацию было довольно сложно. Знаменательно, что среди именитых посетителей форума искусства российский шоумен Леонид Якубович, который ценил идею формат проведения праздника. Для меня Белоруссия, ну как сказать, родная земля, как не приехать. Тем более, какой-то замечательный фестиваль открыли. Тихо, спокойно, пусть дети живут спокойно. Что нам надо еще, чтобы были здоровы наши родные, больше нам ничего не надо. И все. Так что, с Новым годом! Что такое атрибут? Это то, с чем у нас ассоциируются какие-то вещи. Например, с Новым годом мы всегда ассоциируем праздничную ель и красивые игрушки. А еще, лет сто назад у многих белорусов зима ассоциировалась именно с валенками. Как сегодня можно использовать эту обувь в сочетании с современной одеждой? Это показали участники большого валенки-шоу. Говорят, люби зимой, значит дома быть одной. На морозе стынет кровь, не согреет и любовь. Но не буду я страдать, только валенки достать. О-о-о-о-о, только валенки достать. Открытый театрализованный фестиваль детской и молодежной моды «Валенки-шоу» собрал на одной площадке самых талантливых юных дизайнеров-модельеров. Их педагогов и родителей, которые развеяли всем известный стереотип о том, что валенки – это что-то грубое и простое. Каждое учебное заведение, вышедшее в финал, показало, как здесь можно сочетать камни и стразы. Оказывается, в форме известного атрибута обуви можно даже создавать аксессуары. Мы решили взять яркие цвета, поэтому... Вот, и валенки у нас тоже прилеглись так красиво. Красный цвет у нас, есть зеленый цвет. Вот, и украшения у нас тоже такие красочные, кружева. Вот так и называется наша коллекция, из-за того, что у нас в декоре есть кружева. Считанные минуты до выхода последней репетиции дефиле волнение присутствует у всех. Но это что-то приятное и интересное. Такой опыт у многих первый. Наша коллекция, конечно же, создавалась долго. Долго обдумывали концепцию, идею коллекции. Валенки выступают у нас как главная деталь не только в виде обуви, но и в виде аксессуара у девчонок, в виде шопера, такой элегантной сумочки, рюкзачка. Снегири и сами валенки присутствуют у нас и в элементах одежды. Создавали очень долго. С техникой валяния познакомились впервые. Так сказать, было достаточно сложно, но мы справились. Очень был сложный конкурс, потому что помимо валенок, которые должны были ребята оформить, придумать, оформить, надо было еще и сшить полную коллекцию одежды. И поэтому это был титанический труд и учителей в школах, и самих участников. И, естественно, каждую коллекцию представляли уже как-то творчески. Кто сказал, что мы взрослеем и не можем верить в чудеса и Рождество? Один раз в год мы имеем полное право насладиться настроением и побыть маленькими детьми. Особенно, когда здесь идет сотни, нет, тысячи персонажей. Рождественский парад стал одним из самых ярких мероприятий афиши. Он похож на уже известный нам карнавал на День города в Бресте. Вот только этот был сделан в рождественской тематике. Всего более двух тысяч участников. Знаменательно. В 2022 году. Посмотреть на яркое зрелище собрались тысячи брещан, которые стали по обе стороны вдоль всей улицы Ленина. Возглавили колонну парада Дед Мороз и Снегурочка, которые ехали в специально изготовленных санях. И именно они стали главным символом фестиваля. Овес и тисани – отобранный титулованный жеребец по кличке Мачо. Ваши аплодисменты! На параде можно было увидеть не только Дедов Морозов, но и огромное количество снегурочек, которые шли по улице и махали прохожим. Почему вы решили стать снегурочкой? Хотела поучаствовать в таком прекрасном шествии вместе с прекрасным Дедом Морозом. Особая изюминка парада – ростовые куклы. Белые медведи, которые протягивали мохнатые лапы, чтобы поздороваться с гостями праздника. Но все же наибольшую восторг у зрителей вызывали передвижные платформы с необычными инсталляциями. На некоторых даже периодически взрывалось конфетти или появлялись огненные столбы. Выглядело это довольно ярко и зрелищно. Всех с Новым Годом! После масштабного шествия Дедов Морозов люди еще некоторое время гуляли по площадкам, обменивались впечатлениями, делились самыми яркими эмоциями, чтобы после вновь собраться у главной сцены фестиваля. Здесь состоялась встреча с полюбившимися многим артистами российской сцены, шуманом Леонидом Якубовичем и певицей, артисткой, телеведущей Надеждой Бабкиной. Около 25 тысяч желающих пришли во второй день праздника, чтобы увидеть одну из самых популярных исполнительниц народной песни и ее большой коллектив своими глазами. Настолько эмоциональным и ярким получилось это выступление. И если начало концерта проходило исключительно на сцене, то уже спустя четверть часа публика с удовольствием танцевала вместе с артистами большого ансамбля под народные мотивы и необычные аранжировки. «Когда душа поет» — это известная цитата особенно точно подмечает ту атмосферу, которая царила на большом празднике музыки и света. Это получилось очень живо и тепло, несмотря на довольно прохладную погоду. Уже после в интервью Надежда Георгиевна признается, что это выступление получилось каким-то особым. Артистка давно не была в Бресте, и эта встреча ей запомнится надолго. «Идея хорошая, прекрасная. Я считаю, он должен наполняться чем-то. У вас же много достижений, друзья мои. Ну и чего стесняться? Их надо демонстрировать, показывать, заявлять о себе, сплачиваться. Не наблюдать, а действовать». Фестиваль ярмарка «Берестейские сани» — отличная возможность провести время с семьей и друзьями. При этом не только весело, но и с пользой. Узнать много нового о предприятиях Бреста и области можно на различных презентационных площадках. Сегодня заключительный день фестиваля, и вместе с тем подведение итогов. Фестиваль «Берестейские сани» в городе Надбугом прошел с большим размахом. За три дня веселья праздник посетили более 160 тысяч жителей и гостей Бреста. В ярмарке приняли участие 80 предприятий-производителей, торговли и общественного питания, а также ремесленники и индивидуальные предприниматели. В заключительный день праздника прошло награждение участников фестиваля, а также подведение итогов большого конкурса «Но лучшее новогоднее оформление». Номинации между собой разделили предприятия и организации Ленинского и Московского районов. В каждой старались, чтобы именно их локация была по-своему необычной и запоминающейся. Однако конкурс есть конкурс, и награды нашли своих заветных обладателей. На самом деле усилий вложено достаточно много, но не за один год формировалось все то, что вы видите. Сегодня, в этом году, мы делали уже это несколько лет подряд, но каждый год обновляем. Ключевой объект для нас – это парк мира, который уже стал практически нашим, потому что там проходят ежегодные фестивали облака молока, и основное украшение произошло именно там. Усилий было много, желание сделать город красивым, ярким, особенно в эти новогодние волшебные дни. Всегда награду получать приятно. А еще более приятно, когда эта награда заслуженная, и оценивается весь коллектив, работа всего коллектива. Всегда коллектив водоканала стремился украсить наш город. Везде участвовал во всех мероприятиях, которые проводит, как горе с полком, так и ленинская администрация. Поэтому всегда приятно получать награду. Да, праздник состоялся, он получился масштабным и красочным, таким, каким его придумали идейные вдохновители и организаторы. Итоги еще до сих пор подводятся, но цифры не главное. Важно то, что брещане и гости города получили хорошее настроение и отлично провели рождественские выходные. Тем более, что за время неблагоприятной эпидемической обстановки люди соскучились по, по-настоящему большим празднованиям. И в Новый год жители города над Бугом вошли с улыбкой на лице. А это значит, что дальше все будет только лучше и интереснее.